Дякуючи проекту «Гарсвятло», Полоцку провели самую масштабную Беларуси модернизацию выличного светления. Тут усталявали амаль 2000 светлодиодных светильников, декоративную подсветку отрымали каля 30 исторических объектов и помников. Подробязни и правынники проекта в наступном сюжете. Экономия 265 мегаватт электроэнергии в год и изменшение выкида в углекислого газа на 120 тонн. Такий эффект чакая Полоцк от проекта по модернизации в уличных осветления. У его реализации приняли удел Евросоюз и мясцовые улады. Больше за 800 тысяч рублей финансовали палачане, полтора миллиона евро за межный грант. Пераймать передавый опыт старожитного города приехали у дельники погоднения мэров по климате и энергии с разных регионов Беларуси и Украины. Один из демонстрационных проектов по соглашению мэров «Гурсвет». Он самый большой, кстати, в программе демонстрационных проектов, которые идут по всем странам восточного партнерства. Это в Беларуси, Украине, Молдове, Армении и Грузии. Вот Полоцкий проект «Гурсвет» он самый большой по финансированию. Более полутора миллионов евро. Ну и он достаточно такой красивый показательный проект. В ближайшем будущем Полоцк станет научной пляцовкой по энергоэффективной модернизации в уличного освещения. За опытом сюда будут приезжать специалисты из всей СНД. Мы на этом не должны останавливаться. И мы найдем способ для того, чтобы идти вперед и продолжать эту работу. Для того, чтобы выполнять все взятые вам на себя обязательства по экономии энергии. Я знаю, что Полоцк является ведущим городом с точки зрения участия в различных финансируемых Европейским Союзом проектов. И я уверен в том, что это не последний наш проект. Подчас реализации проекта «Гарсветло» у Полоцку осветление обновили на 28 центральных улицах. Тут усталявали 2000 светлодиодных и 12 автономных светильников на солнечной энергии. Декоративную подсветку отрымали 26 объектов. Городские помники, объекты культуры, а так само уздым до знакомитого Софийского собора. Выгляд вечернего города изменился до непознавальности. Эта программа нацелена на то, чтобы поддержать города-подписанты, у которых есть планы действий до 2020-2030 года, чтобы поддержать их финансово в реализации этих мероприятий. Сегодня у Беларуси 53 города, которые подписали пагаднение мэрау. Керавник представительства ЕС отзначил, что сегодня свою особистую мету он видит у больше активной поддержки регионов нашей страны. Улику приоритетных на прамках сотрудничества на ближайшие годы – энергетика, экология, экономика и малый бизнес. Артур Смоляков, Новины, Полоцк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова